Не стало Евгения Примакова, того, кто многие годы творил историю целого государства, того, кого называли мудрым политиком, создателем современного внешнего курса России. Востоковед, разведчик, дипломат, премьер-министр, академик и вместе со всем этим скромный человек, чьему мнению прислушивались вершители судеб и на Востоке, и на Западе. Чей курс на будущее России вызывал уважение у одних и раздражение у других. Но и друзья, и враги знали, его нельзя обмануть или купить. Можно лишь попытаться убедить силой аргументов. Мой коллега Павел Пчелкин вспоминал, каким он был Примаков. Тот, кого иностранные дипломаты называли Великий Лис. В одном из своих многочисленных интервью Евгений Примаков на полном серьезе сказал, что всеми заслугами на всех постах он обязан только своей судьбе, которая вела его по жизни. Это многое объясняет его биография. Сейчас уже понятно, под судьбой он понимал долг. В любых обстоятельствах, невзирая на лица, именно польза для России была для него универсальным мерилом всего и вся. Очевидно, какая-то черта моего характера, что мне казалось, что это самое важное место, где бы я ни работал. И это было сложно. Это было сложно. Он добивался успехов и пользы для страны на многих поприщах. Еще в советские времена, будучи корреспондентом газеты «Правда» на Ближнем Востоке, он сумел завоевать непререкаемый авторитет в регионе. В результате оказался незаменимым переговорщиком там, где кадровые дипломаты были бессильны. Я помню, как во время вторжения Ирака в Кувейт он приезжал по поручению Горбачева для переговоров с Адамом Хусейном, которого лично знал. И я тогда подумал, если Примаков не убедит его вывезти войска из Кувейта, это не удастся никому. Будучи убежденным государственником, он не был заскорузлом консерватор. С оговорками, но принял Горбачевскую перестройку. Ездил с деликатными поручениями молодого генсека КПСС в Вашингтон, президенту США Рейгину. Я переделал президенту в составе генерального начальника, который с большим вниманием был принят. Недюжинный дипломатический дар пригодился ему даже на посту руководителя внешней разведки России. Именно при нем, прежде находившиеся на острие взаимного противоборства, разведслужбы России и США начали сотрудничать к взаимной выгоде. Это был в то время известный прорыв, когда два авангарда холодной войны, две разведки, начали устанавливать первые деловые контакты. А потом был период, когда они довольно серьезно сотрудничали в ряде вопросов, в том числе наиболее близких Веге Максимовичу вопросов ближневосточных и афганских. Его рациональность и обаяние давали шанс переговорам там, где, казалось, нет шансов договориться. В бытность Примакова министром иностранных дел его американская коллега Мадлен Олбрай после очередных изнурительных переговоров дала ему шутливое прозвище «Мистер, давайте работать». Тогда на Западе было в порядке вещей не принимать мнение о слабевшей России в расчет. Министр Примаков сделал все, чтобы с этим покончить. Евгений Максимович Примаков, если говорить о мировой политике, сформулировал принцип многополярности, который сегодня доказывает свою безальтернативность. А сделал он этот вывод в то время, когда казалось, что наступила эпоха однополярности и когда уже закончилась история и все в мире будет двигаться в одном направлении, плыть по одному течению. Как мастер переговоров он всегда был готов искать компромиссы, но был непреклонен в принципиальных вопросах. Войну на Балканах и распад Югославии Примаков прямо назвал результатом политики США. А натовские бомбардировки югославских городов через несколько лет продолжением этой политики с целью отрыва от Сербии к краю Косово. Примаков был выдающимся интеллектуалом и государственным мужем. Он хорошо понимал отношения Запада, НАТО, США к Сербии не было продиктовано локальными целями и интересами, а был и частью более глубокой стратегии прорыва Запада на Восток, прежде всего военного. Он знал, что целью этой стратегии является давление на Россию. Сейчас мы увидели это воочию. Первые американские ракеты и бомбы упали на землю Югославии, когда Евгений Примаков, уже ставший главой правительства России, находился в самолете направлять в США. Я летел на экономические переговоры с Гором, с вице-президентом Соединенных Штатов. И по моей просьбе Гор мне на борт самолета позвонил и сказал, что принято политическое решение, я понял, о бомбардировках Югославии. Ну что, мне в этот момент садиться на аэродром, пожимать руки, вести переговоры по экономическим вопросам? Конечно, нет. Вот что говорит об этом жестком решении авторитетнейший американский дипломат Генри Киссинджер. Думаю, с точки зрения интересов России он был прав. Действительно, если бы он оказался в Вашингтоне, ситуация была бы неудобной. Ведь мы сделали нечто, с чем российское правительство было кардинально несогласно. И при любом развитии событий ему пришлось бы столкнуться с огромными трудностями. Тогда еще мало кто понимал, что этот отказ от полета в США за кредитами и разворот над Атлантикой были не просто демаршем в сердцах. Это был разворот всей внешней политики России. Кстати, вернувшись домой, он попал под огонь критики политических противников и отечественной прессы. А уж реакцию натовских стран, многие из которых как раз и были кредиторами, можно себе представить. Вот что ответил на эту осенью 98-го года Евгений Примаков в интервью Первому каналу. Пускай раздражаются. Это их дело. Так? Россия великая держава. Россия все равно встанет на ноги. Дадут МВФ, не дадут, мы все равно встанем на ноги. Но это нам будет просто тяжелее сделать. И мы рассчитаемся со всеми долгами. Но мы не... Пускай никто не думает, что если у нас экономически тяжелая ситуация, то мы сидим на каком-то крючке и смогут из нас сделать ведомого в политике. У нас есть свои интересы, и мы их будем отстаивать. Это не повлияет абсолютно на политику России. Страна находилась в глубочайшем кризисе. После объявленного предыдущим правительством дефолта рухнул рубль. Инфляция достигла 80%. Страна катилась в пропасть. Вот что говорил предыдущий премьер перед отставкой. В стране нет сегодня политической силы, которая готова брать на себя ответственность за экономику в условиях кризиса. Но Сергей Кириенко ошибался. Такая сила в России была. И этой силой был Евгений Максимович Примаков. Не обращая внимания на политические дрязги, он собрал правительство, руководствуясь лишь одним, но очень жестким критерием. Все, кто работает в правительстве, они работают в качестве индивидуумов, профессионалов. А не представители тех партий, в которых они находятся. Казалось, справиться с ситуацией невозможно. Треть населения страны оказалась за чертой бедности. Проще говоря, нищей. Не платились пенсии и зарплаты, бастовали предприятия. Банковские вклады стремительно обесценивались. А вытащить деньги из банков было невозможно. Экономика, которую много лет накачивали кредитами МВФ, просто лопнула, как мыльный пузырь. Ему в МВФ предлагали разные рецепты, которые сегодня предлагают Украине. Он сделал с точностью наоборот. Он ввел жесткий контроль за потоками валюты. Утром и вечером считали, сколько есть и не позволяли выгонять деньги из страны. Он ввел абсолютный контроль за нефтегазовыми королями, которые могли взвинтить в несколько раз цены на энергоносители. Но он им сказал, у вас из этого ничего не выйдет. Премьер Примаков дал понять, не все продается за кредит. Правительство постепенно начало разруливать ситуацию с пенсиями. Несмотря ни на что, добилось прекращения забастовок и выплаты зарплат. А недруги, сторонники реформ любой ценой, тем временем продолжали его шельмовать. Настраивая против главы правительства президента Ельцина. Пугали бизнес. Дескать, Примаков намерен вернуть страну в плановую экономику. Задушить частную инициативу. Он отвечал редко, но по делу. Вот в интервью он, по сути, простыми словами формулирует основы нынешнего курса России. Мы идем по пути развития всех форм собственности, в том числе и рыночной формы собственности, и преимущественно даже частной формы собственности и так далее. Но в то же самое время, в то же самое время, все это должно служить людям. Мы не можем абстрагироваться от того, как будут жить люди. Переживут. Что это, кролики, что ли? Над которыми проводить опыты какие-то можно. Необходимо создание социально ориентированной рыночной экономики. Потому что, ну что, монетаризм без населения, что ли? Стимулирование отечественных производителей дало результат. Начало оживать производство. К концу 99-го года экономика, к удивлению многих, ожила. Ее рост составил немыслимые 10% в год. Жесткое время – жесткие решения. Тогда от Примакова в России досталось многим. Он никогда не ставил человека в положение, чтобы он ему, будучи его подчиненным, не мог не ответить. То есть не унижал. Но жестко спрашивал. И ненавидел вранье. И всегда перепроверял. Даже большинство политических противников относятся к нему с глубоким уважением. Среди них и Анатолий Чубайс, занимавший в то время должность главы РАО ЕС. По его словам, он знает, что поддержавшие кандидатуру Примакова коммунисты тогда потребовали уволить либерала Чубайса. Но премьер оказался выше этого. Вот он, видимо, считал, что при всех наших расхождениях политических, но вот, видимо, считал, что я человек, который с организационными менеджерскими задачами такого класса могу справиться, о чем он, кстати, говорил. И в этом смысле он не попытался ни как-то свести счеты, ни попытаться как-то осложнить жизнь. Это было для него неприемлемо. Почти все, кто знал Евгения Примакова, подчеркивают, что, несмотря на все свои регалии, должности и государственные награды, в кругу друзей он был просто общением. На этом фото глава МИДа Примаков исполняет «Яблочко». Но не форма капустники дипломатов из разных стран после одного из международных форумов. Он вообще был большим шутником и душой любой компании. Ценил и чужие шутки. Сам не раз подсмеивался над прозвищем «Примус», как между собой его называли коллеги и друзья. Очень смеялся, когда на 85-летие Владимир Путин подарил ему как раз «Примус-рекорд-один». Ну, это юмор, это дружба, это желание сделать что-нибудь хорошее. Вот это вот три, наверное, черты его характера, которые делали его просто замечательным человеком. Когда я женился, были трудности с квартирой, не было где жить здесь. Ну, он дал мне комнату, которая там у него была. И несколько месяцев мы с Галюшей прожили там, в этой комнате. Так что я ему благодарен за это. Известный комментатор-международник Валентин Зорин тоже дружил с Евгением Максимовичем больше 50 лет. По его словам, умение дружить было еще одним неоспоримым талантом Примакова. Особенно, когда он стал занимать очень высокие посты, каждый день они общались. Но если не дай бог, что случалось у тебя или в семье, в тот же день возникал Евгений Максимович. Даже уйдя из большой политики, Евгений Примаков до конца дней оставался одной из самых авторитетных персон российского эстеблишмента. Возглавляя торгово-промышленную палату, он создал неформальный политический клуб «Меркурий». Быть приглашенным на заседание которого считали за честь многие действующие политики. К его оценкам и прогнозам продолжали внимательно прислушиваться на самом высоком уровне до самого конца. Примаков пропустил лишь последнюю встречу клуба в этот четверг. Ночь на пятницу Евгения Максимовича не стало. Завтра Россия будет хоронить человека, однажды взявшего ее в руки, отчаявшуюся и растерянную, и вернувшего в великой стране ее достоинства. Павел Пчелкин, Наталья Литовко, Виталий Зайцев. Воскресное время. Продолжение следует...